всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню где мы с вами готовим вкусно быстро полезно и дешево дорогие друзья сегодня я хочу с вами приготовить полезные вафли вафли которые будут творожно-сырными с овощами они очень-очень вкусные делаются быстро буквально 3-4 минутки и эти вафли можно кушать как на завтрак так на обед вы их можете брать с собой и на перекус ну и конечно же эти вафли можно замораживать то есть у вас всегда под рукой может быть что-нибудь если у вас нет времени открыли морозильную камеру взяли себе эту вафлю сделали какой-то салатик и вуаля все вкусно будет у вас ну что идемте вместе готовить для наших творожных вафель нам понадобится 4 столовые ложки цельнозерновой муки 2 яйца 250 грамм творога протертого у меня в дании у нас так называется кварк 150 грамм тертого сыра буквально пару перышек укропа и зеленого лучка чуточку соли у меня морская сегодня и буквально 1 чайная ложечка разрыхлителя теперь мы с вами должны смешать все эти ингредиенты и будем выпекать наши полезные вафли в вафельнице мы с вами смешиваем абсолютно все то что я сейчас вам перечислила в форму творожок уже ушел добавим сыр яйца муку муку постепенно добавляйте давайте посмотрим может быть у нас уйдет всего лишь 100 грамм муки укропчик зеленый лучок и ко всему этому мы отправим немножко соли и разрыхлителем теперь мы все это с вами взобьем с помощью миксера до однородной массы и если нам понадобится то мы с вами еще добавим вот остаток тесто получилось вот такой консистенции и видите я не знаю наверно еще все же добавлю остаток чтобы она была более таким эластичным так ушло у нас с вами 150 грамм муки мы будем с вами выпекать наши вафли в разогретой вафельнице вафельница разогрелась сейчас мы ее должны немножечко смазать маслицем все как обычно все просто до невероятности с двух сторон сверху и снизу чтобы ничего у нас не пигорало и выливаем наше тесто или распределяем его как на обычные совершенно вафли я обычно вкладываю в центр и потом когда мы закрываем вафельницу но растекается и приобретает такую красивую правильную форму пахнет у нас великолепно уже за счет того что у нас укроп ходят в эти вафельки лучок немножко так придерживаем и выпекаем их до готовности вафли очень полезные вкусные их можно подавать как например с яйцом на завтрак так можно и на ланч скушать их вместе с каким-то мясом и салатиком рядышком ну результат я вам сейчас покажу вот наши первые вафли так выглядят смотрите сырок расплавился они приобрели такую красивую форму сейчас их достанем выложим на тарелочку так что вот так вот выглядит наши вафли сейчас мы допечем следующий и я вам покажу что у нас с вами получилось вот такие у нас получились с вами вафли смотрите они не толстые специально сделала таким знаете более тонкими почему потому что я люблю чтобы они хрустели вы можете сделать их толще из того тесто которое мы с вами приготовили у меня вышло 6 вот таких вот кружевных вафель они не знаю пол сантиметра наверно толщиной две я уже съела только по секрету вафли очень вкусные получается в кухне пахнет совершенно неимоверно потому что этот укропчик зеленый лучок вот все это пока она обжаривалась пахнет чудесно совершенно очень аппетитно и вы их можете подавать со сметаной к примеру с укропом и с чесночком или же вы можете сделать я не знаю какой-то мало такой столеный лососик порезать тоже с каким-то салатиком туда же можно в творожок вымешать с какими-то тоже с какой-то зеленушкой и подавать с этими вафлями очень все вкусно и хорошо и поверьте ваши дети и внуки если вас есть очень полюбят это блюдо их можно также брать как я уже перечислила куда угодно но и на пикник мои дети обожают когда я беру с собой так что дорогие мои готовьте кушайте не бойтесь еды но главное чтобы ваша еда была полезной конечно же помните что мы едим чтобы жить они живем чтобы есть спасибо мои хорошие что были сегодня со мной и до новых встреч оставляйте свои комментарии всех вас люблю с вами была ваша виктория пока